привет всем снова и на и сегодня решила пойти снова по махаморы иду по с тем же самым местам где я собирала в прошлый раз вот небольшой у меня тут лесочек это как это даже не лес это про лесок в черте города вот и здесь мы просто раз собрали немножечко и вот я уже столько еще собрала то есть пришла по второму кругу на те же самые места конечно же мухоморы растут все грибы не прям точно место вместо а метр в бок метр там в другую сторону и вот эти еще тут есть на этот еще малышок оставлю обидно то что люди ходят но я вижу что они тут вырывают и находят какие-то грибы себе берут а мухоморы просто берут их шляпки отрывают выкидывают но это конечно не хорошо потому что они нужны и мне нужны и животным нужны а вот пока сами ходила нашла еще один вот тут спрятался рядом с вот этим грибом я не помню его точное название он или свинушка или волнушка но мне корчу без разницы потому что я беру только шляпку мухомора вот так вот вот еще раз пойду в большой лес покажу вам что уже в большом лесу сколько на собираем просто раз я не собирала пять с половиной килограммов и я не успела их все высушить поэтому часть из них пропала и пришлось их выкинуть в этот раз я буду чуть-чуть умнее буду собирать чуть-чуть поменьше если будет так уж прям много очень похоже на лисички вот так издалека если посмотреть ой как их тут много да а потом посмотрим под ножку так где у нас тут ножка вот она мы видим что тут такие пластинки они жилы и это не лисичка не знаю что это за гриб но не берите и смотрите они растут любят расти где очень много всяких палочек и вот хвоя так что вот это не лисичка не берите будьте осторожны когда в лесу а здесь вот у нас кстати прям в рядышком кто-то а это тоже нас горчак или перчак забыл как называется он маскируется под под березовики под осиновики белые но видите ножка такая оранжевенькая и он он съедобный просто он будет невкусный и как я уже говорила не забывайте ходить в обе стороны вот я шла в эту сторону и ничего не видела решила пройтись назад и вот сразу нашла еще раз два этот третий же мокренький над эти два хорошие этот уже плохой еще плюс две шляпки а вот так также со всеми грибами видите даже несмотря на то что мухоморы они красные яркие их все равно бывают незаметно ехала я ехала опять вот все по той же дорожке где мы в прошлый раз есть или где я все собрала и вот большой вырос какой красавчик вот шляпка тверденькая нужно брать вот на этом месте мы были прошлый раз и кстати я здесь была еще до этого тоже вот третий раз и здесь вот видите ножки стоят там где вот их шляпки срезала новых пока что не видно значит этот вот старый что я в прошлый раз не взяла и вот здесь вот я шла 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 и вот тут вот были несколько лисичек вот пока что тут тишина тихо никого больше нету ничего не растет хотя зато смотрите вот такие вот грибы я конечно не знаю кто они что они с длинной ножкой пластинчик пластинчатые но вот таких вот здесь полно то есть что-то растет но вот именно наши то что мы уже собрали уже нет но лисички здесь вообще редкость вот именно в этой местности и в этом лесу их довольно таки мало их или люди собирают или животные съедают а вот именно здесь на этом участке здесь было много мухоморов и вот честно говорю три раза два раза я точно собирала вот это походу 3 и здесь на третий раз уже ничего нет но можно будет еще попробовать прийти через недельки две наверное и а вдруг что-нибудь еще и вырастет что пришла я к месту где хотела припаковать байк как в прошлый раз а тут уже смотрите деревья порубили проредили лес теперь нужно будет найти новое какое-нибудь деревце не очень толстая не очень тонкая чтобы приковать байк потому что вот это вот она как-то его мне кажется легко сломать и спереть байк вот то может быть но там слишком видно баки вот он не хочу оставлять там вот так вот бывает за пару дней все меняется люди были и так вот тут у меня раньше была парковка вот тут с другой стороны смотрите один вот тут их 3 и вот там вот очередно с моим пакетом еще два маленьких еще вот там бьеркс оппа притаился под березовик короче хорошее место получается вот так что смотрите а вот тут еще один большой бьеркс оппа под березовик но он же старый в общем оставила я свои мухоморчики и под березовик велосипеде в корзинке я очень надеюсь что никто их не возьмет ну блин хотя бы пусть мухоморы не берут вот пожелайте мне удачи и помолитесь чтобы никого не забрала кстати вот моя нашла резинку с прошлого раза моя мои розовые только я хожу и здесь это же эти кто-то порылся значит грибочки кидат выросли и вот животные погрызли и здесь же кстати на вот этом самом месте нашла просто раз под березовик вот потому что там вот береза тут береза там ну а сейчас ничего нету но ничего такого тоже бывает под березовики они растут не часто у нас ну что не прошло и полгода я вот нашла маленькую шляпку обычно такие маленькие не беру но в этот раз решила взять потому что она уже была чуть подгрызанная и не было мало сомнений что она дорастет до нормального размера дальше поэтому вот решила взять такую и тут что-то красненькая а нет брусничка первая находка крупная что у нас тут три мухоморчика красавчика смотрите какие они у вах 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 ох красавцы вот первая находка все-таки есть грибульки же и были мы тут всего только четыре дня назад так дошли до места нашла где вот прошлый раз собирали лисички вот эти вот большие прошлый раз не взяла потому что они были мокрые такие развали развалившиеся вот тут маленькая растет но я ее брать не буду она совсем малышка и 1 толку от нее мало и если помните вот нас было немножечко мухоморчиков до вот там сейчас их нету то есть ничего нового не выросло вот так мы шли наискосок где-то вот здесь у нас были а сейчас нету и так мы шли где-то тут вот тоже что-то было и сейчас нету и вот так мы шли-шли-шли-шли-шли-шли и он вот этого тропинка или а нет вот это вот было вот тут большой какой вырос смотрите малютка растет под березкой здесь вот большой здесь вот еще два срезали мы где-то вот вот тут вот где-то срезали а ага вот он вот этот подрос у нас и еще у нас были вот здесь вот но здесь ничего пока нового не выросла а вот там вот в уголке это не мухомор это сыроежка так что не путайте сыроежки у нее юбочки нет но может быть разных цветов у нее пятнышек нет в общем это не она но хотят уж ты давно гриб как тоже мухомора той кушать не нужно вот так что грибов скажем так ним не очень много но что то есть но так не особо так а что это тут у нас за семейкой раз два три четыре тверденький 5 это тоже мягкий плохой 64 получится пять хороших один плохой зато большая семейка притаилась значит хорошенечко будем собирать все-таки хорошенького размера вот этот чуть маловат но ничего ладно ведь у них тоже почти не осталось пятнышек вот это вот плесени потому что почему потому что дожди были прошел где-то пришел где-то час и вот у меня же один пакет полностью заполнен этот мне две лисички лежат и вот доставать второй бумажный пакет чтобы они не помялись не друг друга не побили в общем я приехала точнее дошла вот мой велосипед смотрите все мухоморчики также на месте этот березовый кто же там здесь у меня о целое ведро мухоморов представляете в литве и латвии их продает сколько 500 грамм сушеных за 300 или 360 евро то есть 3000 крон грубо говоря чтобы насушить эти 500 грамм полкило сушеных нам нужно как минимум два вот таких вот ведра собрать полных так что вот так вот экономия на лицо мис экономность я еще приду домой взвешу все эти мухоморчики и и что и потом напишу вам сколько вышло мокрых сколько вышло в сухом виде и вот так вот для сведения спасибо всем что остаетесь на связи что смотрите видео что лайкаете подписывайтесь пишите комментарии вообще все что угодно и до новых встреч пока пока